Я хочу задать вопрос. Это вопрос от нашего русского слушателя. Это автор сравнительно популярного блога в России. Я хочу заранее предупредить господина Ларуша, что его ответ в этот вопрос будет широко известен. Здесь, в России, это острая тема, как и сам господин Ларуш. Вопрос следующий. Что в действительности произошло в Греции? Или, другими словами, кто выиграл в греческой ситуации? Правительство или народ, который сегодня так активно и бурно протестует? Кризис в Греции только начался. То, что греческое парламент проглотил требования Европейского Союза, означает, что кризис в Греции будет нарастать. Что произошло? Греция уступила требованиям Евро. И ситуация экзистенциальная. Грекам сегодня навязывают неописуемые условия жизни. Открылась кровоточащая рана в одном из регионов Европы, на Балканах. И эта рана будет кровоточить очень долго, если что-то не сделать с этим уже сейчас. Это преступление. Главное здесь, я об этом уже говорил, главное в происходящем на мировой арене, на финансовых рынках, это разрушение Британской империи. Британская империя не является империей англичан. Это империя учреждений, по происхождению венецианских. Это некий Аполлонский культ, дельфийский культ Аполлона, правивший Европой со времен Плутарха, который сам был последним священником дельфийского культа Аполлона. Он же правил Римом. Эти силы правили миром на протяжении большей части мировой истории. И Британская империя выросла из дельфийской традиции. Она пережила многие перерождения. Разрушение Персидской империи. Она пережила Римскую империю, Византийскую империю. А около 1000 года нашей эры возникла Венецианская империя, которая контролировала финансовую жизнь всего мира. Венеция и по сегодняшний день контролирует финансовую жизнь мира. Итальянцы, знающие историю, знают, что Венеция по сегодняшний день управляет в мире. Это финансовый центр мира. Та самая Венеция, которая в 14 веке обрушила мир в темный век. Те, что взяла под контроль всю денежную систему. Это же происходит и сегодня. В большей или меньшей степени. И вот сегодня эта международная финансовая система руками Алана Гринспена создала массу номинального денежного долга, превышающая всякое воображение. Никто не знает, насколько он велик. И разрастается, как рак. И мир не может жить с этим долгом. А люди, которые его создали, продолжают цепляться за власть. Так что тенденций сегодня две. Все будет продолжаться как есть, и мир взорвется. Ну, это и в прошлом происходило с империями. Так случилось и в 14 веке. Вымерло 30% населения и возникла новая, совершенно новая цивилизация. Это один возможный вариант. Британская империя контролирует денежно-финансовую систему мира. И для того, чтобы спасти цивилизацию, нужно ее разрушить, нужно ее уничтожить. Британская империя процветала при подлых президентах, таких как Буш старше, Буш младше, сегодня Обама. Все эти люди совершеннейшие чужаки, если иметь в виду политику, которая совершенно не имеет никакого отношения к интересам цивилизации и Соединенных Штатов в частности. И вся эта система сегодня рушится. Они и прохотят ее подорвать. Греция сегодня должна была бы реорганизовать свою денежную систему. Вместо этого греческий долг вешают Европе. А по большей части этот долг является фикцией. И сегодня навязать этот долг Европе, которая сама уже на грани распада, навязать долг, который невозможно выплатить, а сами греки этот долг не выплатят никогда. Этого невозможно. Так что откладывать мину под саму Европу. Но англичане это делают. Чего сегодня англичане боятся больше всего? Так это того, что в Соединенных Штатах произойдет реформа в духе гласа стегола. Если Соединенные Штаты проведут такую реформу, и есть силы, которые ее сегодня подталкивают, тогда Британская империя погибнет. А мы спасены. Европа пройдет, конечно, через тяжелые времена, но это будет временно. Если Соединенные Штаты восстановят действие закона гласа стегола и проведут реформу в духе Рузвельта, мы выживем, и мы сможем спасти Европу, можем спасти Россию. И, сделав это, мы обеспечим безопасность Китая, Индии и других регионов мира. Мы можем остановить этот кризис даже сегодня. Если этого не сделать, если не провести реформу гласа стегола, надежд на сколько-нибудь достойное существование у человечества нет. Случившийся во вторник не случайность. Это логическое развитие системы, которая разрушается. Центром фальшивых денег является Британская империя. И она коренится в учреждении, созданном Джекобом Ротшильдом в 1971 году, Интеральфа Групп. Это центр политической и денежной власти на планете. Вот эта структура рушится, особенно на фоне сумбурных выборов Великобритании. Это еще один фактор нестабильности. Сегодня мы должны сказать, все, с вами покончено. Мы восстанавливаем американский доллар и отменяем все виды долгов. Это жульнические долги. Мы организуем банки, мы реорганизовывали их в прошлом, и мы знаем, как это делать в соответствии с нашими самыми конституциями. И мы выживем. И мир будет сотрудничать с нами. Мы заменим британскую систему на принципах гласостегола. Это должно произойти. И так и должно быть. Нет никакой случайности в том, что произошло все, как произошло. Я знал об этом. Я знал, что мы войдем в эту ситуацию. И с нами это произошло. Дело еще также и в том, что люди, которые считают себя экономистами, не понимают экономики. Они верят в монетаристские системы. Но в монетаристских системах стоимость является фальшивой. По сути, все денежные ценности и стоимости в мире сегодня являются фальшивыми. выдувают пузыри, а они лопаются. И сегодня пришло время, когда эти пузыри лопаются. И это и происходит. Я знал, что это произойдет. Я знал, что это произойдет наперед. Так что ничего случайного не было. В истории так происходит. Если бы вы думали, как я, в терминах физической экономики, а не экономики из папье-маше и денег, и невидимой экономики папье-маше, она же ведь обречена, она уходит. Ничего в этом мистического нет. Они все думают, что деньги имеют некую собственную стоимость. Но это не так. Это только бумага. Это какие-то электронные щелчки, и вот что такое деньги. И вот с нами это происходит. Все это неизбежно. Так что сегодня, если мы проведем реформу Гласса Стегола, сегодня зависит от этой реформы, мы выживем. И мы превратимся в страну, которая позволит помочь Европе, Германии, России, Италии, Франции. И даже французы согласятся. Тогда мы сможем сказать, присоединяйтесь к нам. Восстанавливайте свой суверенитет, суверенитет национальных государств. Заключайте с нами соглашение в духе Розвельта, как это было во времена Бреттон-Вудс. Создадим систему с фиксированными обменными курсами в наших традициях. Вот таков выход. В России совершенно никуда не годная денежная система и финансовая система, где безразильно властвуют карибские пираты, которые правят Россией издалека. А русские к этим деньгам карибских пиратов отношения не имеют, а говорят, что это русские деньги. А они грабят Россию и получают прибыли, эти карибские пираты. Так что мы можем им помочь. Можно заключить соглашение с правительствами Западной России, Западной Европы, России, Китая. И Китай будет присоединиться к этим соглашениям. И Индия, и другие страны. И можно будет восстановить британскую систему, какой ее мыслил Франклин Рузвельт. И в этих условиях можем выжить и развиваться. И можем сказать «До свидания, британской империи». Если этого не сделать, если не провести реформу Глаза Стекола, hin sewing здание, ееAKE, может быть, не спасти, нееле они hamruly.